всем привет мои дорогие друзья и в сегодняшнем видео я покажу вам большую стопку новых моих книг которые у меня набралась за последнее время поехали тут будет и подарок на 8 марта тут будут книги которые я сама себе купила в принципе много книг которые вы уже видели а также вы видели у меня в телеграм-канале кто еще не подписан подписывайтесь ссылку оставлю внизу в описании там я первым делом показываю то что я приобрела и то что я купила но давайте уже начнем и первые две книги я пойду не от первых которые у меня появились к последним а наоборот от последних к первым и последние книги которые я вот только-только недавно на днях забрала это были ну скажем так спонтанные покупки я в общем собой довольна потому что в этом году я покупаю меньше мне кажется книг до более есть конечно такие спонтанные покупки но есть более обдуманные и первый книг на который я уже давно смотрела я еще смотрел в прошлом году я вообще на эту серию яркие страницы давно посматривала особенно на их эксклюзивные оформления рождественских историй новогодних историй но как-то уже время прошло и я не стала их покупать и поэтому я купила себе сказки александра сергеевича пушкина вы просто посмотрите какая невероятная красота тут сказки и поэмы я даже не думала что в такую маленькую книжечку можно все уместить все сказки потому что помню толстая была такая с рисунками с иллюстрациями в детстве руслана людмила а тут и сказки и поэмы то есть сюда входит и руслана людмила и кавказский плени и бахчисарайский фонтан в общем очень очень много и также сказки всем нами известные о рыбаке и рыбке о царе салтане но вы просто посмотрите ну это невероятная красота невероятная эстетика и если бы эксмо в своей серии яркие страницы и дальше издавала такие красивые книги я бы наверное даже бы обновила себе библиотеку и начала бы скупать все яркие страницы они так очень красиво смотрятся но вот с такими узорами это просто невероятная красота а как я ее решил все таки заказать я на нее долго долго смотрела и мы с мамой как-то так получилось мы что-то она смотрела по телевизору и тут мы наткнулись на барышню крестьянку очень нежный фильм такой легкий трогательный и мы просто не смогли оторваться и вот после этого фильма я поняла что я хотел повести белкина заказать но я думаю ладно я так давно смотрела на вот это вот издание и еще у нас там стоило 230 по моему рублей она еще недорогое и я думаю ну все точно себе заказываю поэтому вот такая вот книга у меня теперь в коллекции есть а следующая книга это была покупка не спонтанной я долго ее хотела и вот зарплаты я думаю все точно и себе куплю позволю себе на 8 марта это маленький принц и его роза письма антуана до сент-экзюперик его жене консуэла я даже вот просто открыла на какой-то страничке и это настолько трогательно настолько нежно и я прям не смогла оторваться мне кажется я это очень прочитаю быстро это их письма с 30 по 44 год то есть до самой его смерти по этому очень захотел себе и книга очень красиво тоже красиво оформление но я не просто так это захотела вообще откуда я про эту книгу узнал но не то что прям именно про эту книгу а вообще про письма то что не сохранились письма это было после книг который я буду дальше вам показывать после мишель буси его код 612 я так прониклась этой истории что очень очень захотела дальше и поглубже прочитать вообще про его отношения и я увидела вот эту книгу и решила ее прям сразу добавила ее в корзину еще долго долго на нее смотрела и потом решила что все точно ее закажу потому что мне кажется она мне очень понравится следующую книгу которую мне подарила моя тетя многие наверное уже видели ее это такая любовь она знает всю мою любовь к кронину и у него там целый уже почти коллекция собралась кронина и это его новая книга сын министрели и грейси грейси линсей я так рада что у меня теперь есть и это еще книг мне осталось там парочку всего за собрать вот и мне будет целая серия целая коллекция кронина и я знаю что новые книги в азбуке тоже будут издаваться у кронина там какая-то еще вроде то ли весной по-моему весной вот поэтому клад вот этих вот нескончаемой прозы кронина я очень рада что он пополняется этот фонд расширяется и что нас знакомят еще еще больше и больше с другими произведениями и романами этого потрясающего писателя поэтому я так рада еще мне очень понравилось что тут такой большой шрифт я уже стала обращать и на шрифт внимание потому что мне это очень теперь важно и я открыла эту просто книгу очень очень приятно читать такие большие буквы и глаза точно не будут уставать так что будем надеяться что это мне тоже понравится но в любом случае я очень-очень рада что теперь она у меня стоит на полочках и что когда-нибудь мне доберутся руки и и и прочитать тоже еще одна книга которую я купила для совместных чтений для вебинара на своем курсе литературоведа это эдип царь софокола вот но я не успела прочитать к вебинару но то есть она ко мне пришла позже и я уже решил дождаться записи вебинара и уже тогда перед прочитать и уже посмотреть и вебинар в записи вот так что такая вот у меня покупочка тоже есть дальше давайте я вам покажу сразу весь улов мой от фантома потому что он покупался в несколько раз и последний день которую я взяла это даже не помню как представляете не помню как у появилась вообще то ли я сама себе позволил то ли мне кто-то подарил ее не помню ну вот и такое бывает это эклиптика бенджамина вуда и скорее всего многие уже слышали и знают о ней это новинка издательства фантом пресс это вот по-моему то ли в этом году она вышла да по-моему она в этом году вышла прямо в январе что ли это книга про художников про то как они и художников во всех во всех смыслах этого слова и музыканты и архитекторы и непосредственно художники и писатели и они собираются на острове остров это как укрытие вроде как они там прячутся и у кого-то какие-то свои тайны и вот на остров приезжает 17-летний художник тоже со своими тайнами со своими загадками и наша главная героиня по моему уже женщина лет 40 по моему и вот она пытается узнать и разведать понять про него что-то большее что он скрывает и я думаю это моя любимая тема про искусство в книге еще есть тут какая-то тайна и это фантом мой любимый пресс поэтому я думаю что книга мне понравится продолжаем дальше и следующая книги которую я вам хочу показать и посоветовать уже потому что я ее уже прочитала и я от нее была в восторге это мишель бюсси код 612 кто убил маленького принца это первая книга мишеля бюсси который я прочитала но говорят это не особо похоже на все остальные его романы это немного книга стоит особняком но я нисколько не пожалела что познакомилась именно с этой книгой именно первая эта книга была у меня мне так понравилось это так интересно это такая запутанная такая история и как бы у тебя много предположений кто убил маленького принца и даже те которые ты вообще бы никогда не подумал и там свой клуб который любителей маленького принца и сент-экзюпери и вообще этой всей истории и там выдвигаются какие-то теории и вот у нас идет 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 расследование и ты что-то узнаешь больше из жизни антуана сент-экзюпери и это для любителей маленького принца я очень советую потому что вам однозначно эта книга понравится и еще одна книга но это уже не новинка это старая скажем так книга это элизабет страус и ее мальчики бюджерс вот тут вот я у вас попрошу в комментариях написать кто читал эту книгу или кто вообще знаком с этой писательницей потому что я пока ничего у нее не читала и я знаю что оливия китридж вроде лучше книга чем мальчики бюджерсы но мне так понравилась именно обложка почему-то мне вот она больше как-то притягивает чем оливия китридж и пожалуйста напишите в комментариях кто читал и кто знает мне очень очень будет интереснее и важно ваше мнение но уже конечно познакомлю себя с этой писательницей именно с этой книгой а там уже дальше будем решать буду ли я дальше читать ее книги или нет и следующие книги это целый цикл который теперь у меня есть вы все прекрасно знаете что у меня был ночной дозор первая книга сергея лукьяненко из циклов его дозоров и вот мне подарили все остальные пять книг я сейчас вам покажу четыре потому что на сумеречном дозоре у меня стоит камера да вот такие будние книга люба я очень бережно отношусь книгам но такие моменты тоже бывают потому что я сейчас без штатива я поставила на подоконник и на книги мои любимые вот и я не увидела что по моему сумеречный дозор как раз под камерой лежит вот так что у меня есть теперь дневной дозор у меня есть шестой дозор у меня есть новый дозор и последний дозор в общем такой вот я обладатель всех дозоров теперь и конечно же у меня большая большая цель есть большой план это летом прочитать их и даже в определенном месте когда поедем отдыхать вот и я думаю снять ли какой-то влог на целых шесть дозоров или снимать влог допустим по три книги я в общем мне про это подумаю и если вам это интересно тоже напишите в комментариях как будет вам как бы вам интереснее было следить за этим всем и вообще было бы вам интересно и кто читал дозоры тоже напишите мне пожалуйста поэтому вот такой вот огромный подарок очень мне было приятно и это не так когда ты покупаешь целую там найти одну книгу вторую книгу а у тебя все у тебя уже полный цикл есть и вообще я пищала от счастья от радости вот поэтому я возлагаю большие надежды на эту серию на этот цикл и думаю что она мне должна понравиться обожаю свою биполярочку в плане книжном потому что тут у тебя были там и классические произведения потом у тебя идет лукьяненко и дозоры и следующее просто я показываю это книги аси лавринович то есть вы понимаете да меня метает из стороны в сторону но поэтому мне нравится этот книжный мир что ты можешь быть разной и что тебе может сначала понравится одно и ты можешь прочитать одно потом другое и не в одном каком-то направлении ты идешь а ты берешь от отовсюду понемногу и то есть у тебя мир преображается и он у тебя более насыщенный более интересный более полноценный становится и две книги аси лавринович которые я приобрела это не дружи со мной это первая книга первая часть диалогии и вторая которую я уже начинала читать и начала читать это самая белая ночь это тоже кстати продолжение книги любовь не по сценарию как оказывается вот вот эту книгу я начала читать она мне нравится я ее кстати даже начала слушать на букмете это кстати оказывается очень интересный и легкий сервис удобный сервис я хотела бы даже сказать вам у которого много классных книг классных новинок вот это не реклама это лично я просто недавно его нашла откопала и мне понравилось поэтому вот такие две книги теперь весенние у меня не только теперь новогодние аси есть но еще и весенние тоже есть еще хотела все из-за тебя но она была какая-то дорогая а была акция у лабиринта что то про весенние книги вот и я заказала еще одну книгу аси вот там за 300 рублей так что это было очень очень выгодно и я такая радостная побежала еще заказала еще одну книгу но пока вам не буду говорить потом я вам ее покажу потому что я думаю что эта книга будет такая мощная мощная я прям ее очень хочу прочитать сразу вам скажу про нее очень сейчас много кто говорит так что ваше предположение тоже пишите в комментариях давайте поиграем такую игру кто угадает я отправлю тому открыточку вот так что так пишите в комментариях ваше предположение какую книгу я заказала и последние книги которые я заказала у клевера это были тоже любовные книги такие любовные романы которые легкие с которыми я хотела познакомиться две книги были очень долгожданные очень долгожданные хотелки мои и эта первая книга это она джейн твое сердце будет разбито очень хотел именно в этом издании в этом оформлении потому что она очень красивая летнее весеннее и очень такой знаете для фотографии такое инстаграмное вот я даже видела очень красивые боксы издательства блогерам рассылала вот но к сожалению я пока еще с этим издательством не сотрудничаю и ко мне к сожалению боксы не приходят поэтому приходится мне самой пока что покупать и все на свои денежки приходится покупать рассказывать вот так что эта книга но к сожалению опять же потом я уже почитала что она такая самая одна из слабеньких книг у анны джейн не буду с нее начинать знакомство у меня первой книги другие планы но вот очень захотела и как раз решил порадовать себя к 8 марта и последние две книги это книги эмми харман одна вообще получилась у меня очень спонтанно потому что нам надо было до 2000 до бесплатной доставки забрать и одну я давно хотела это песня бенни ламента я сразу купилась на фортепиано на обложке вообще это книга где будет много говорится о музыке и о песнях музыкантах вот поэтому на нее я давно смотрела и следующая книга это босиком по траве тоже вам ее уже показывала вот это очень была спонтанная покупка но меня заинтересовала аннотация и то что тут книги будет много музыки и литературы меня это тоже очень привлекло поэтому вот такие две книжки эмми харман я себе тоже приобрела а на этом мои дорогие друзья мое видео подходит конца я надеюсь что она вам понравилась что вы со мной посмотрели сейчас еще раз все мои покупки книжные за последнее время да и то что не подарили это что у меня как-то оказалось скажем так пишите также в комментариях какие книги последний вы приобрели себе мне будет очень интересно тоже почитать а я вас всех сильно сильно люблю и пока пока